каков твой рецепт чтобы написать хорошие сихотворение что для этого надо мучиться или это приходит как откровение как откровение конечно нужно быть честным с самим собой и чтобы написать хорошую песню нужно хорошо жить эту жизнь насыщен и конечно нужно иметь вокруг рядом хороших людей действия может быть какие-то нужно чувствовать все все что происходит вокруг вот сделан трансерфинг реальности когда-то все увлекать увлекалась от их историю вот практиковал даже да вот если вот попробовать зайти на эту волну и через это на серфинг вот сделать даже такой серфинг реальности назовем вот для тебя максимальная планка с кем бы ты хотел допу скажем спеть в дуэте вот на какой сцене к чему бы ты вот самых бурных своих фантазиях неуемых фантазиях идешь но из нашей эстрады но нет у нас нет ограничений вообще вселенская давайте пока сейчас до нашей эстрады возьмем да ну конечно же алла борисовна пугачёва и для меня уникум я просто поражен поражен вы действительно старой формации монка нет у меня есть также и скрипт они с которым мне бы хотелось записать дуэт и конечно же смотрим а потому что для меня это тоже своего рода уникальные личности творческие ну вот вернемся калибаре с ним бы действительно мы живем в эпоху пугачёва все об этом говорят и все политики они просто вот подходит под знаком и и такой скорометного таланта что тебя особенно в ее харизме вот в ее способе существования поражает ее целое вообще в принципе но ее существование ее покорение россии меня уже впечатляет в принципе потому что это интересно а ты сама натура амбициозная такой конечно конечно я думаю все люди творческие натуры амбициозные потому что иначе но есть какие-то унылые и наверняка такие поэты страдаются не сидят дома у себя это да но чаще всего это просто писатели скорее всего вот сейчас вот этот плавный жест который был исполнен а вот и такая маленькая антерприза назовем или интермедиа когда-то изображал страдальцев мне невольно подсказал что ты наверное где-то актриса я вообще должна была учиться в актерском училище олега получит табакова царство ему небесное но к сожалению счастью этого не случилось я прошла два тура из трех и я была совсем маленькой и сейчас не жалеешь нет я предпочитаю ни о чем не жалеть в этой жизни иначе зачем все для чего-то сделано все для чего-то нужно ну вот возвращаясь к лепалчу табаковой в школе и вообще вот актриса в каждой женщине дремлет актриса вообще в каждом человеке заложена природа искусство мы каждый человек рождается искусством внутри мое мнение личное потому что у нас все-таки есть так или иначе я считаю что каждый человек где-то есть животное а животное это природа природы это вот все естественное гармоничное так что да в каждом человеке есть ну вот это животное которых тебе это кошка конечно кошачьи кошачьи но но ближе тогда давай тогда определимся кто это пантера ли опасен большим кошкам но тогда кто вот конкретно из этих под видов вот больше всего рысь или я не знаю я же говорю не люблю себя на подвиды квалифицировать да то есть так необъятно пускай будет все его а все остальные догадываются и разгадывают просто так получат ну необъятная тайна вселенной тайны хорошо вот как скажи пожалуйста это немаловажный вопрос когда мы говорим все-таки существование женщины в мегаполисе вот в этом таком каменном мире своей такой виртуальной реальностью так далее приходится выживать какой бы ты дала свой собственный рецепт счастье рецепт эффективности востребованности твой рецепт востребованности вот женщину вот вот так вот это ключевое самом деле да нужно быть собой вот всю жизнь нужно быть собой для того чтобы люди как-то понимали тебя а те кто не понимает значит это лишние люди нужны люди тебя найдут сами благодаря твоей естественности благодаря тому что ты есть тот кем ты являешься это главное потому что когда люди себя что-то выдумывают они и так или иначе теряют свои маски и превращаются в тех кем бы они не хотели быть потому что нет и скрывается маской короче говоря я считаю что каждый человек должен быть самим собой ты уже обрела это естественность или дешкина хорошо но ты развиваешь конечно вот видите нет предела никогда вот это здорово это дает действительно полет для ожиданий новых потому что каждый раз жизнь богата на сюрпризы скажи пожалуйста вот все-таки если вернуться к музыкальному творчеству и снова и снова и снова и снова над каким проектом альбом это работы чтобы ты хотела какой клип снять и как ты видишь вот вхождение в золотой век музыки в данный момент я работаю на своем первым сольным альбомом который будет состоять из двух частей уже можно название анонсировать его нет нет но там будет английское слово линии или русское слово название альбом честно сказать его пока нет поэтому и поэтому нет названия по концепции нет названия альбом да нет названия альбома есть какие-то две композиции да есть не только две композиции нет нет есть альбом он уже я сейчас работа так вот соответственно я буду презентовать в ближайшее время . . он по сколько-то композиции входит в альбом в общей массе 77 ну сакральное число как 7 цветов радуги неплохо а можно хотя бы анонсировать от название одной из композиции можно так одна из композиций будет называть адреналин о тема такая вообще она заходит вот особо для молодого пока у тебя он как играть крови конечно да а можно небольшую реплику музыкальной вот нам подарить нашим слушали вы просто вот как вот подарок свыше адреналин чтобы мы тоже живет зарядить но чуть-чуть до реплику маленькую куда мы бежим остановись и скажи я фатальном режиме это лаконично но зато вот прям испытываешь по какой-то импульс конечно адреналин до адреналида в даже слова фатальный режим фатальном режим слушайте вот как все-таки возвращаемся к тому что что-то в вашем голосе мне тоже вот адресовала кошачьим и даже конкретно вот не постесняюсь в таких эпатажных аллегориях вот крыку рысик или скажем так вот представитель 7 месяцев кошачьих это есть такой хрипотца такая благородная да кто то есть в этом не первый раз за последнюю неделю слышу об этом и я в принципе никогда об этом не задумывалась но наверное это есть очертание какой-то скажи пожалуйста как ты относишься к зожу прекрасно да ты его практикуешь да бывает бывает то есть на плане вот с никотину у тебя как роман или нет и на я отрицаю единственное что вот эти вот электронные сигаретки грешу еще пока да да то есть ты где-то немножко грешница немножко да да но для того что покаяться я понял да для того чтобы вот она но я может быть я и по анализирую все-таки хрипотцу по природу и если благородство это к тембр голоса это адресация тембр голос благородство есть в этом однозначно кто автор стихов все ты вот единственная у нас была коллаборация с сове и мы написали 30 до 70 30 процентов слава это хорошо у нас очень такой нас по где бы как концентрированный по эмоциям и диалог я сейчас уже выхожу такую на финишную прямую на марафон будет такие три ключевых важных вопроса но они все такие содержательные в чем миссия твоя жизнь миссия жизни миссия моей жизни да во первых стать счастливой и сделает счастливый из счастливых окружающих меня людей это моя миссия ты уже стала счастливым я иду к этому нащупал каждый день скажу у каждого свой рецепт счастья или есть универсальный один на всех я думаю что у каждого свой все-таки у каждого уникально потому что мы все неповторимые значит и верить общаться но я уверена что одно из таких правил это делает добро не чувствовать не ощущать и делать опять же негатива быть всегда на вот ты прям снял с языком вопрос ты даже не представляешь насколько я его хотел задать и сама это сказал я просто хотел реально практические вопросы задать скажи какой самый добрый поступок своей жизни ты совершила хотя не принято хвастаться но как тебе кажется вот ты вот был этот поступок который ты гордишься я никогда не запоминаю потому что благодетель нужно делать не ожидая ничего я другого ответа не ждал это заключает себе вот леди со вкусом я другого ответа просто и прошла ты как золушка как принцесса на горошине который переспал и потом сказал и ты принцесса все после этого ответа однозначно мы переформатируем контрверсия какой самый добрый поступок в твоей жизни ты испытал на себе вот была доброта от кого-то из нее это была мама который погладил по головке папа который поставил тебя в угол вот что самое доброе было и ты за это благодарна я за все я благодарна за жизнь за это так все я не запоминаю добро но ищите когда напишешь красивые стихи к песне ты благодарна конечно но это все ко вселенной это все ко вселенной конечно архитектору и маме кстати день рождения очень хотела его правда мы угадали здесь мама с ним рождения полнолуния господи вот полнолуния к нам пришла мун к этой поздравить свою маму моя мама львица сегодня родилась это же потрясать действительно же август август львица вот так вот почему выход ну все совпало вы в династии вообще как а маму как у нас елена конечно леночка но то есть получается елена прекрасный как минимум да еще сюда все совпало значит это был самый добрый поступок да вот именно маме я благодарна за свою жизнь вселенной за все доброе что со мной происходило будет происходить и за то что буду я делать доброго огромное спасибо ну и в завершении у нас как всегда креативный вопрос мы без этого не можем да простят нас боги вот и слушатели одновременно с ними согласно китайской мифологии существует пять ступеней или иерархии любви 1 начинается это любви между мужчиной и женщиной китайцы это поставили на самое последнее место вот потом любовь к чаду чудолюбие то есть оказывается у них она превосходит от любовь когда ты любишь ребенка потом любовь к стране то есть патриотизм тот самый гордость и так далее после этого идет любовь к небу усыпанному звездами то есть ты уже вселенская любовь ты любишь все небо с и так вот китай считает но завершает этот цикл любовь к неуслышанной мелодии и вот теперь мой вопрос что же это за мелодия в твоей жизни возможно которую ты хотела бы услышать как-то ее опишешь как ты опишешь эту мелодию но это классика определенная да хорошо тогда мелодия будет это будет флейта это будет твой любимый из этого какой-то будет музыкальный ксами это будет сексофон духовой но не флейта потому что в нем больше драйва почему потому что нет в нем ничего не больше он просто другой он просто немножечко мне кажется в нем есть благородный хрипотца как там голосе это сто процентов поэтому ты вот я считал это ты должна в адреналин добавить партию саксофона мой сегодня совет задумайся об этом кстати аранжировочка кстати вот подумай об этом мы сегодня играть и вместе я претендую так с эти чуть чуть прописаны в титрах в одной композиции шутка на самом деле до секса фон спасибо потому что ты не представляешь как как ты сегодня создала это пространство я даже услышал звуки секса фона и знаешь почему особенно тебе за это благодарен и это твой будет домашнее задание обещаешь выполнишь обещаешь мы в прошлый раз говорили о герман гейса волк и пабло главный герой это был любовный треугольник ты же помнишь он тот самый гарри галер и она красавица посредине и молодой этот саксофонист и вот как он играл как она его полюбила за эту игру перечитай степной волк дорогие друзья вот сегодня у нас состоялось чудо просто мы вошли уже золотой век мы сделали первый шаг туда вот как подает знаки любви сердечко да она просто вот знаете как дождь и сердечек здесь шлет всем и мы гордимся тем что вот в студии макс радио мы справились с этим с этой миссией мы сделали вас хоть чуть-чуть но счастливо спасибо вам большое что пригласили меня я была рада пообщаться рада была ответить на ваши вопросы и действительно сети пожалуйста любовь добро и больше позитива негатив откидывайте в сторону друзья давайте сделаем этот мир светлее шикарно и после этого ставим запятую я надеюсь прийти сюда еще конечно конечно я с удовольствием приду сюда еще раз спасибо друзья до новых встреч вместе с мункает до новых встреч Продолжение следует...